Я буду рад, если вы подпишетесь на мой второй канал под названием Киноляп. Там регулярно выходят очень крутые видосы. Подписывайся, ссылка в описании. Покемон Го. Чума 2016 года. Сегодня я расскажу вам, почему эта игра опасна. Серьезно, это не шутки, досмотрите видео до конца. Игра плюс автомобиль. 28-летний Стивен Кэрри, управляя своим авто, врезался в дерево. Это произошло 12 июля около 10.45 часов вечера. Затем он признался полицейским, что играл в Покемон Гоу и не увидел поворота. Хорошая новость заключается в том, что Кэрри никого не убил. Но плохие новости для него это то, что он получил перелом лодыжки и полностью уничтожил свой автомобиль. Двое мужчин заигрались в Покемон Гоу за рулем и свалились с обрыва. Они были доставлены в больницу с многочисленными травмами. Также сообщается, что в американском штате Пенсильвания 15-летняя Отом Дисрот попала под машину, увлекшись игрой в Покемон Гоу. В результате инцидента ребенок получил травмы стопы и ключицы, а также множественные ссадины, ушибы и порезы. Убийство. 19-летняя Шейла Виггинс искала покемона, спрятанного поблизости от ее дома. Она перелезла через ограждение, чтобы спуститься к мосту и внезапно увидела в воде труп. По ее словам, это был мужчина, одетый в черное. Как вспоминает девушка, ей было очень жутко. Она не могла перестать кричать. Водитель Uber и YouTube-геймер Алекс Рамирес во время трансляции игры Покемон Го утверждали, что они стали свидетелями убийства в Техасе. Некоторые полагают, что это обман. В настоящее время полиция ведет расследование. Геймеры, загрузившие приложение Покемон Го, были встревожены тем, что приложение дает разработчикам полный доступ к их Google-аккаунту. Однако в компании Neantek утверждают, что никакие данные от аккаунтов к ним не поступают. Американский сенатор Энн Франкен направил письмо в Neantique и Nintendo, чтобы выяснить, какие данные может собирать игра. Покемон Го имеет серьезные риски в плане безопасности. Поговаривают, что с помощью специального АПК-файла, якобы обычной игры злоумышленник, может отслеживать движение человека, а также банковские данные. Шпионаж. Условия лицензии Покемон Го позволяют разработчику игры раскрывать любую информацию о вас правительственным чиновникам. Основатель Neantek Джон Ханке ранее запустил спутник K-Hall при финансировании со стороны NGA. Национальное геопространство собирает и анализирует геоданные для других шпионских агентств США. Считается, что дополненная реальность в игре Покемон Го может дать фотографии засекреченных объектов и зданий, если человек пытается поймать там покемона. Волна преступности. Власти опасаются, что Покемон Го порождает волну преступности. Игроки невольно могут зайти в опасный район и потерять там телефон стоимостью в 1000 долларов. Преступникам легко заманить жертв. Достаточно установить маячок в нужном месте и ждать ничего не подозревающего геймера. Группы из четырех подростков Миссури были арестованы после того, как они ограбили несколько людей подобным образом. Спасибо за просмотр. Обязательно рассказывай об этом видео своим друзьям. Также подписывайся на канал, а то пропустишь самое интересное. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!